Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В минувшие выходные рязанские моряки отметили свой профессиональный праздник и осветили место, на котором вскоре появится храм. У нас в гостях Василий Николаевич Гришин. Добрый вечер, Василий Николаевич. Добрый вечер. Давайте мы начнем с того, как отпраздновали этот день, сколько людей было приглашено, что было необычного, интересного. Вы знаете, этот праздник у нас отмечался 75-летием с празднования Дня военно-морского флота в Российской Федерации и в Советском Союзе. 24 июля 1939 года указом наркома был определен праздник для военных моряков. И с тех пор, с 1939 года, этот праздник празднуется всей страной ежегодно. Он создан для повышения авторитета военно-морского флота, а потом, по его примеру, были много созданы и другие праздники для всех родов войск. А в этом году у нас очень интересно, как всегда, чуть-чуть по-особенному проходил День военно-морского флота. Начался он, конечно, с парка морской славы, с памятником морякам-рязанцам. Что было еще интересно и удивительно, то перед тем, как открыть, возложить цветы на памятник морякам-рязанцам, мы открыли две аллеи в честь наших адмиралов, Федора Федоровича Ушукова, нашего святого, и Павла Степановича Нахимова в парке. А потом продолжили все на памятнике морякам-рязанцам. Я сразу задам вопрос. Новый храм появится тоже там, да, на той территории? Новый храм появится тоже на той же территории, на нашей территории, на территории парка морской славы. Расскажите поподробнее, чья была инициатива, как скоро продвигается это благое дело, кто принимает в нем участие? Вы знаете, если честно сказать, мы храм давно мечтали построить в нашем парке. Вот именно что-то такого знаменательного для нашего парка не хватает, для развития. Мы пытались построить часовню Федору Федорову Ушакову, святому. У нас были проекты, но место никак не определялось. И потом эта идея все-таки как-то чуть-чуть, не то что прошла, но слегка попритухла. А вот этот раз, и тогда, когда мы работали еще, владыка Павел, он как-то занимал такую позицию, что, в общем, мы никак не могли решиться на строительство. А этот раз вот приехал новый владыка, владыка Вениамин, поддержал эту идею. Поддержали эту идею депутаты областной думы, депутаты городской думы. Поддержал инициативу глава администрации города, поддержал инициативу Олега Ивановича Ковалева. А сколько людей сможет вместить храм? Ну, мы думаем, что до 150 человек будет вмещаться. То есть емкость должна быть у него хорошей. А вот это место, то, что вроде и дорога, проезжая часть недалеко, это вы рассматривали тоже моменты, где бы было лучше? Или вот все в одном месте, оно как-то наоборот лаконичнее? Мы рассматривали это место, и это место нравилось многим. И еще в истории, когда мы создавали еще парк, мы хотели поставить маленькое кафе, где стоянка. Но кафе у нас не прошло, а потом... Вы имеете в виду тематическое, да? Да. Вот. А потом была попытка построить кафе почти хобспособом, захватили территорию хобспособом и начали строить. Но жители отстояли это место и не дали строить кафе. И вот на месте этого кафе как раз и будет стоять храм. Федору Федору Ушакову имени Федора Федорова и равнопрестольного князя Владимира. Будет состоять из двух престолов. Первый и второй. Как сегодня живут ваши друзья, наши друзья, моряки, моряки-ветераны? Моряки-ветераны. Я считаю, что нет ни минуты покоя. Вот. Если даже сейчас школьный период закончился, то нам всегда находится место для работы. У нас постоянно идут мероприятия. Вот сейчас провели 27-го, 23-го июля была генеральная репетиция. 24-го июля мы в Узее молодежного движения отмечали 110-ю годовщину со дня рождения Николая Герасимовича Кузнецова. Это нашего основного военного главнокомандующего во время войны. 26-го июля мы посещали ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов на дому. Да. Подарили маленькие подарки, пожелали доброго здоровья. Многие из них уже прикованы к постелям, но мы их продолжаем посещать. 27-го состоялся сам праздник. Конечно, было особенно интересно на Ореховом озере. На Ореховом озере у нас было четко поднятие военно-морских флагов, четко приказов, опускание венков на воду в честь погибших моряков. Влетала авиация, был фейверк. Потом МЧС нам показывали свою технику, работу водолаза по спасению утопающего. Судомоделисты нам показывали работу своих подводных лодок. Скажите честно, достойная смена у вас подрастает? Вы принесли сегодня массу фотографий, где ребята, молодые, девочки, мальчики, все в военной форме. Красиво, но пригодится ли? Смена подрастает, Олеся. Смена подрастает и по-настоящему. Вот даже из моей семьи, старший внук Петр поступил в Краснодарскую авиационную академию. Уже закончил первый курс, скоро в отпуск приедет. Второй, Серафей Михайлович, сдал все экзамены в Суворовское училище с одной четверкой. Все пятерки сдал. Вот ждем вот-вот с минуты на минуту приказ о зачислении. Внук Дионисий. Закончил школу с золотой медалью, поступил в Саратовскую юридическую академию. Следующий внук, Василий, также мечтает быть военным. Вот. Внук Дионисий. Если не о ваших детях, если в принципе о детях рязанских, вы же со школьником ведете тесную работу, у вас были дружки и направления. 62-я, например, школа с нами, школа интенсивного обучения и развития, 19-я школа, школа Горды Марины, в которой вот особенно ведут эту работу. Там очень много желающих поступать и идти по морской дороге. У нас, конечно, таких точных данных нет, сколько поступил. Но дети с таким удовольствием с нами разговаривают, с нами занимаются. Прямо вот особенно фронтовикам в рот глядят. И вот, ну и, конечно, и нам тоже вот, когда приходят настоящие моряки, они прямо с удовольствием с нами занимаются. А что самое трудное на флоте в море? Самое трудное на флоте в море – это пережить мертвую зыбь. Вот. Это такое состояние океанов, что волны нет, а корабль... А корабль мотает из стороны в сторону. Или громадный шторм. Первый выход. Первый выход. Понять что. А потом все так идет, все нормально, все потихоньку, все как положено. Но. Самое трудное – это, конечно, морская качка. И кто ее страдает от морской качки, тому очень тяжело. Ну вот, например, Нельсон тоже страдал морской качкой, но, однако, ему не помешало быть, и добирал. Но я тоже вот немножко страдал, два выхода страдал от морской болезни. Но мне не помешало стать капитаном первого ранга. Я думаю, было бы желание. Я вас попрошу поздравить всех, кто имеет отношение к военно-морскому флоту, кто, может быть, не посетил ваш праздник, но увидит вас сегодня, почувствует, что он не забыт, что мы помним этих людей, знаем их. Поздравьте, пожалуйста. Дорогие друзья, ветераны военно-морского флота, надводники и подводники, морские пехотинские, морские авиаторы, труженики тыла. Я с большим удовольствием поздравляю еще раз вас 75-й годовщиной создания дня военно-морского флота, создания празднования дня военно-морского флота в Советском Союзе и России. Будьте счастливы, будьте здоровы, благополучия вам, 7 футов под келем и попутно ветра во всех ваших делах. Если нет, то приходите к нам, ищите нас. Мы находимся по адресу улица Гагарина, 72, дробь 3. Телефоны для связи у нас тоже имеются, ищите нас. Спасибо вам большое за эту встречу. Я напоминаю телезрителям, что это была программа подробностей. До новой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok